Выбрал эту тему по нескольким... Сейчас слышно? По нескольким соображениям. Во-первых, нитрозоалкилмочевины – это та группа противополевых препаратов, в которой отечественная химиотерапия внесла весомый вклад, и Михаил Владимирович принимал очень активное участие в изучении, разработке и внедрении этих препаратов. А во-вторых, понимая, что это заседание будет иметь некий мемориальный характер, я работаю... Совместная наша с Михаилом Владимировичем работа над одним из препаратов этой группы нитрозометилмочевина, созданного в нашем институте, привело к нашему сначала близкому знакомству, а затем к многолетней дружбе, которая продолжалась практически до его кончины. Конечно, Михаил Владимирович был корифеем в нашей стране не только в этой области нитрозоалкилмочевин, но и в остальных областях современной химиотерапии. И об этом, в частности, свидетельствует вот эта фундаментальная монография руководства, которое было создано под его руководством. Там 700 страниц текста, 2 тома, в которые с позиции клинициста изложены основные принципы лечения и дана характеристика всех имеющихся в то время противополих препаратов. Рассматривая этапы развития противополихимиотерапии такими грубыми мазками, можно сказать, что в 60-70-х, первой половине 70-х годов, это была эпоха нитрозоалкилмочевина. Чем выделяются вообще все эти этапы? На каждом из этапов основное внимание привлекалось к какому-то новому появлявшемуся препарату, к группе препаратов, с которым связывали особые надежды на успешность лечения. Но затем проходило время, появлялись другие препараты, другие группы, которые все обращали на них особое внимание. Но из всех препаратов, которые были созданы раньше, некоторые оставались в арсенале химиотерапии и тем самым увеличивали возможности лечения онкологических больных. Чем же привлекли в то время производные нитрозоалкилмочевины? Во-первых, это была высокая растворимость липидов, что было необычно для имевшихся в то время препаратов, что позволяло им легко проникать через гематоэнцефалический барьер и тем самым была надежда на эффективность их при опухолях первичных и метастатических опухолях мозга. Во-вторых, необычным была цикл неспецифичность противопухолевого действия, то есть препараты в одинаковом степени действовали как на пролетерирующейся, так и на пакующейся клетки. И третье и последнее, что было экспериментально показано, необычно высокий спектр активности этой опухоли при самых разных типах опухоли, как спонтанных, так индуцированных, перевиваемых. В то время активность в этой области привела к тому, что было синтезировано огромное количество разнообразных нитрозоалкилмочевин, многие из которых были подвергнуты клиническому испытанию. Ну и вот несколько препаратов перечисленных здесь, они до сих пор остаются в распоряжении клиницистов и применяются в практической деятельности. Значит, что же такое нитрозоалкилмочевина? Это препараты, химические соединения, производные нитрозомочевины, которые получаются в результате нитрозирования мочевины. Нитрозоалкилмочевина – это высокореакционноспособное соединение, которое легко вступает в реакции замещения с обеих концов молекул, и замещается либо атом водорода, либо аминная группа. Наиболее простым соединением этой группы является нитрозометилмочевина, в котором атом водорода заменен простой метильной группой. Это соединение начали изучать в нашем институте в 1962 году. В то время у нас в институте работал выдающийся генетик Глёсиф Абрамович Рапопорт, основоположник теории и практики химического мутагенеза, который в то время очень интересовался химическими сомперматогенами, то есть веществами, которые в крайне низких концентрациях приводят к многочисленным разнообразным мутациям. И мы полагали, что в более высоких концентрациях, в более значительных концентрациях, это соединение может оказываться летальное действие на ДНК и тем самым приводить гиммельных клеток. И сразу же в 1962 году были начаты первые эксперименты, и тогда же уже было показано, что это соединение действительно очень высоко активно. Надо сказать, что в Соединенных Штатах, в Институте онкологии, в рамках проводившейся тогда программы тотального скрининга всех химических соединений на противополе активность, нитроза метиломочевина тоже была изучена, тоже была обнаружена ее активность, но они решили, что они пойдут по другому пути, и исходя из того, что в то время хворотиламины считались наиболее перспективными препаратами, синтезировали на основе нитроза мочевины, бисхворотил нетроза мочевина, то есть присоединили две типичные для алкелирующих препаратов бета-хворотильной группы к нитрозам мочевине. И основное, с нитрозом метилмочевиной они дальше не работали, а основное внимание было приведено... Так, еще лучше. Основное внимание было, у них привлекали производные хворотил нетрозы мочевины, и с ними они стали работать. Надо сказать, что когда в 1973-1972 году в Москве проходило советско-американское совещание по противополе химиотерапии, то американцы представили доклады по хворотильным производным нитрозам мочевины. С нашей стороны были представлены доклады о экспериментальном и клиническом изучении метилнетроза мочевины. Эти доклады произвели на американцев высокое впечатление, и во время одного из заседаний, дискуссий, член этой американской делегации профессор Селари сказал, «Мы думали, что мы привезем в Москву сенсацию, а оказалось, что мы привезли в Россию снег». Нитроза... Было синтезировано самой разнообразной производной нитроза мочевины, причем не просто первичные, наиболее простые такие были заместители алифатические, но и более сложные. Вот были созданы препараты Немустин, которые в бета-хворонитрозам мочевине было присоединено к озлотистооснованию, фотомустин, месофоран, который вы все знаете, где была присоединена аминокислота, и препарат Лизамустин или Нитрулин, которому также была присоединена аминокислота. Другая группа нитроза алкиломочевины, которые могут рассматриваться как производные нитроза метиломочевины, это замещение сахарами, препарат стриптоза тоцин, который тоже все хорошо знают, на самом деле он является природным антибиотиком, и препарат ароноза. Про остальные препараты я огромное количество препаратов, естественно, говорить не буду, но их можно разделить на такие вот три основные группы, которые до сих пор и применяются. Каковы же мишени, основные мишени действия нитроза алкиломочевины? Ну, нитроза алкиломочевины это алкилирующие препараты, инвивы, они метаболизируются с образованием алкильных и карбонильных групп, которые алкилируют молекулы ДНК, вызывая образование разрывов и межнитивых вшивок, а также карбомоилируют белки, и в первую очередь белки репарации ДНК, что способствует усилению их противоопухолевого действия. Вопрос селективности этих соединений по отношению к опухолю в нормальных клетках, причиной селективности может быть иллюстрирован результатом вот этого эксперимента, в котором изучались аберрации хромосом при воздействии различных нитроза алкиломочевин. Видно, что в опухолевых клетках эти аберрации сохраняются очень длительное время, впрочем до десятых суток после введения препаратов. Когда так в нормальных клетках, через сутки эти аберрации хромосомы уже репарированы и не наблюдаются. То есть, может быть, селективность действия связана с тем, что при воздействии нитроза алкиломочевин репарация повреждений происходит либо не происходит, либо происходит очень медленно. Как уже говорил, что нитроза алкиломочевины, они были показаны, что эффективны при очень большом числе различных экспериментальных опухолевых моделей, что их говорило. Ну вот, приведу несколько примеров. Это влияние этих препаратов на рост спонтанного аденокарциномолочной железы у мушей. Это влияние этих разных нитроза алкиломочевин на развитие ликоза и лимбинации у мушей. Это влияние разных нитроза алкиломочевин на развитие ксенографтов меланомы человека на иммунодепрессивных мышах. Как уже там отмечал, важным свойством нитроза алкиломочевин является быстрое проникновение через гемоденцефалический барьер. Вот здесь вот показана фармакокинетика одного из нитроза алкиломочевин, диметилнитроза мочевины. И видно, что уже через час после перорального применения этого препарата, концентрация препарата в опухолевой ткани и в опухоли мозга, это опухоли с интерцеребральной мыши, крысы с интерцеребральной глиомой, гораздо выше, чем в остальных тканях. И это же было показано в многочисленных экспериментах с интерцеребральными опухолями животных, которые, многие из них, оказались чувствительны к этим препаратам. О способности нитроза алкиломочевин влиять на покоящиеся клетки иллюстрирует результаты вот этого эксперимента, в котором была обнаружена высокая корреляция между интенсивностью клеточной пролиферации и активностью этих нитроза метилмочевина. Выше, что на покоящихся клетках, активность препарата даже выше, чем на пролиферирующих клетках. Поскольку нитроза метилмочевины отличались от других препаратов, которые имелись в то время, то естественным было посмотреть эффективность их комбинации с этими препаратами. Ну вот здесь представлены результаты экспериментов комбинации нитроза метилмочевина с циклофосфаном. На модели карцинома саркома Уокера видно, что комбинированное применение этих препаратов существенно выше, чем применение каждого препарата по отдельности. Разные нитрозы метилмочевины имеют некие отличия в механизмах действия между собой, поэтому также перспективно представлялась их комбинация. Здесь представлена комбинация димитроза метилмочевины с циклофосфаном. Тоже на карцинома саркома Уокера Крыс видно, что комбинация гораздо выше применения каждого препарата по отдельности. Каковы же основные показания к применению нитроза метилмочевин в настоящее время? Вот здесь перечислены все эти показания. Особое внимание уделяется эффективности этих препаратов при лимфомах, ходжкиной лимфомы, не ходжкиной лимфомы, при меланомии, маклеточном раке легкого, особенно при первичном и метастатическом поражении головного мозга. Здесь иллюстрацию этих клинических результатов, клинической эффективности применения нитроза метилмочевин я проиллюстрирую на примере нашего препарата нитроза метилмочевины. Здесь представлена сводная таблица отчета по результатам второй фазы изучения этого препарата в разных клиниках. И в том числе активное участие в этой исследовании принимало отделение Михаила Вершановича. Я приношу извинения за некачественный слайд. Это скан третьего экземпляра машинописного отчета. Многие, наверное, и здесь присутствующих даже не представляют, что в то время мы все печатали на машинке с закладкой пяти экземпляров. Естественно, качество было другое. Теперь это даже трудно, имея в виду в распоряжении компьютера, iPad, iPhone и так далее, представить, что так можно было быть. Знаете, как в известном анекдоте, когда спрашивают, бабушка, а ты когда была молодая, у тебя iPhone был? Нет, не было. iPad тоже не было. Ну, а компьютер тоже не было. Бабушка, а ты динозавров видела? Вот примерно такой же эпоху динозавров с современных позиций мы работали, но тем не менее получались очень хорошие результаты. И вот по результатам вот этого вот исследования, по результатам исследования второй фазы, препарат был рекомендован для практического применения и использования фармакологическим комитетом Мензарава. Особое внимание привлекло и особенно внимание многих, в том числе и в первую очередь, может быть, Михаила Гершановича, привлекли особенности действия нитроза метилмочевины при лимфограмматозе, который был отмечен нами еще при первой фазе испытаний. Во-первых, это быстрое наступление положительного эффекта. У нелеченных больных уже после одной-двух инъекций наступало резкое улучшение самочувствия, что позволяло быстро оценить чувствительность или рефрактированность опухоли к этому препарату и либо продолжать его применение, либо прекратить. Одинаковая эффективность была отмечена у леченных и нелеченных больных, которые раньше получали или не получали химиотерапию другими препаратами. И эффективность препарата при поражении головного и спинного мозга, что особенное внимание привлекло Михаила Гершановича, поскольку это был один из пунктов его наибольших интересов в этой области. И вот им было приведено специальное исследование, в котором нитрозометилмочевина и цицину изучали. Были отобраны специально больные лимфоэрономатозом, продолжением головного и спинного мозга. Были получены очень хорошие результаты. К заключению, Михаил Горгиевич рекомендовал применение этих препаратов при этой патологии. Большую роль сыграл и помог нам Михаил Горгиевич после того, как нитрозометилмочевина была рекомендована к применению. Но Министерство медицинской промышленности потребовало от нашего. Мы разработали другую лекарственную форму, не то, которая была ранее. Была разработана лекарственная форму, левифилизированный порошок. Было проведено клиническое испытание в нескольких клиниках, в том числе и в клинике Михаила Горгиевича. И вот это заключение этого отчета, которое было представлено из этого института. На основании этого и других отчетов препарат быстро был также разрешен для производства и применения. Михаил Горгиевич принимал участие во всех этапах клинического изучения нитроза алкиломочевины и нитрозометилмочевины. Вот здесь приведены все эти этапы. Особенное внимание я хотел бы обратить на то, что уже в то время, с самого начала, Михаил Горгиевич очень уверовал в этот препарат и считал, что его надо быстро применять в практической онкологии. Хотя не все известные в то время клиницисты так же относились к нитрозаметилмочевине. Ну, например, заведующий отделением гематологии в онкологическом научном центре Юрий Иванович Ларье сначала очень скептически относился к этому препарату, долго не хотел начинать его испытания, но нам помог случай. У него в это время лежала больная лимфоэроматоза, молодая женщина, художница из Свердловска, которую он несколько лет лечил всем, чем только можно было в то время лечить, все препараты, многократное облучение. Была больная в очень тяжелом состоянии, с поражением печени, костей, поражением кожи, с изъязвлением. Он нам сказал, если вот вы ее возьмете и полечите, я посмотрю, что получится. Мы согласились, больную на носилках привезли в наше отделение, в Перлоградской больнице в Москве. И нам повезло, больная оказалась высоко чувствительной к нитрозаметилмочевине. Уже после первой и второй инъекции у нее прошли боли, она встала, стала ходить довольно быстро, у нее зажили язвы. И когда вскоре мы ее показали Юрию Ивановичу, он сказал, что этого быть не может, но велел быстро и тут же начать испытания препаратов в своем отделении. Они были успешно быстро завершены. Он дал нам прекрасный отчет. Но вот Михаил Лазаревич, он с самого начала поверил и уверовал в то, что этот препарат высокоэффективен при лимфомах, при нитрозаметилмочевине. И уже когда препарат был первоначально разрешен, он хотел его применять уже в своем отделении для лечения больных. Ну, мы долго думали, как формализовать эти отношения. Вот было сделано такое письмо из института в наш институт, что мы предоставили препарат. Ну, а препарат во время всех клинических испытаний и последующего применения уже после разрешения мы изготовляли, синтезировали, готовили лекарственную форму у нас в институте. И вот после этого письма мы регулярно передавали Михаилу Лазаревичу этот препарат, пользуясь любыми оказиями. Либо он приезжал, или его сотрудники к нам в институт, и мы им передавали. Либо, когда я приезжал, или мои сотрудники приезжали в Ленинград, то мы привозили этот препарат. Ну, чтобы хоть как-то это все формализовать, мы вот придумали такую форму расписок, ну, некоторые из которых сохранились у меня в архиве и до сих пор. Кстати, у меня имеется также большое количество расписок Натальи Иннокентиной по этому же поводу. После того, как было показано, что нитроза метилмочевина высокоэффективный препарат, сразу стали изучать самые разные комбинации его с другими препаратами при опухолях чувствительным к этому препарату. Ну, вот здесь они все перечислены. Многие из них были инициированы, или были инициированы Михаилу Лазаревичем, или он принимал в них участие. И вот здесь приведены некие сводные данные о применении различных комбинаций, включающих нитрозу мочевина, при четырех основных локализациях опухоли, при которых были наибольшие эффекты. Видно, что действительно по тем временам эта комбинированная химиотерапия была достаточно высокоэффективной. Особенно вот это видно у больных лимфограноломатозом. Здесь вот показана и выживаемость этих больных. У нас были больные, которые жили больше 10 лет, на 18 лет. Это то, что мы смогли проследить. И у больных высокая медиана выживаемости, у больных при полной ремиссии, которые получались достаточно часто, составляло 92 месяца. Клинической особенностью нитроза мочевины, которая в то время привлекла внимание клиницистов, была эффективность ее при неланоме кожи, поскольку тогда, кроме эндокарбазин, других препаратов не было. И вот, ну и, собственно, это было одним из этапов исследования этого препарата. После вот этого совещания советско-американского было принято решение о том, что произойдет обмен препаратами. Американцы попросили, чтобы им были переданы для испытания в институте, в национальном институте рака, некие наши препараты. В том числе была указана нитроза митилмочевина. И вот нам было такое письмо Николая Николаевича Бахина о предоставлении препарата и материалов. По нему они были предоставлены. А у нас были организованы сравнительные исследования нитроза митилмочевина и ССИНУ при трех опухолях. Причем ССИНУ, значит, подставляли американцы, да, у нас еще его не было. А нитроза митилмочевину, нитроза митилмочевину делали мы. Значит, это вот результаты сравнительного исследования. Это были рандомизированные исследования, многоцентровые. Результаты исследования при меланоме. Ну, видно, что в этой комбинированной химиотерапии замена при внесении либо нитроза митилмочевина, либо ССИНУ, в общем-то, примерно дает одинаковые результаты. Здесь, но единственное, что можно было отметить, что имелась явная тенденция к тому, что выживаемость больных личных комбинаций, включающих нитроза митилмочевину, существенно выше выживаемости больных, получавших ССИНУ. Другое такое же многоцентровое рандомизированное исследование было приведено в больных лимфограноломатозом, где в классической схеме МОП были заменены, я окончаю, были заменены мустарген, был заменен на циклфосфан на мисисину, нитроза митилмочевину. Также были получены примерно одинаковые результаты. Ну и вот результаты при мелкоклеточном раке. Я почему показываю эти слайды, потому что существенная, значительная часть больных, которые вошли в эти исследования, в эти отчеты, которые были переданы американцам, это были результаты, которые были получены в отделении нитроза, в отделении Михаила Гершановича. Ну и надо сказать, что, хотя интерес к этим препаратам сейчас, конечно, уменьшился в связи с появлением таргенных препаратов, но тем не менее работа с ними продолжается и синтезируется в новые соединения, и продолжает изучаться в разных вариантах. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.